Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Такой оперативности можно позавидовать. Насколько быстро после звонка наших корреспондентов решился вопрос жителей микрорайона Новоалтайска, которые боялись взлететь на воздух. Исторические свалки должны уйти в прошлое, когда на Алтае появятся заводы по переработке мусора. И почему мы в этом вопросе пока в отстающих? Чтобы наездника с лошадью признать победителями, пробы на допинг отправляют аж в Турцию. В Барнауле состоялся фестиваль Орловского рысака. Начнем с трагедии, которая случилась сегодня на ЧУИС-контракте. По предварительным данным, в 14.10 там столкнулись автомобили Тойота Камри и Лада Ларгус. Пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Два человека погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. В числе погибших заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки. Пострадавшие в ДТП доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Барнаула. В июле время отпусков стало известно, что почти 70% работников нашего региона недовольны размером полученных отпускных. По данным опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала HeadHunter, порядка 40% опрошенных собираются потратить в отпуске более 50 тысяч рублей. У 17% людей отпускной бюджет варьируется в пределах от 30 до 50 тысяч, у 10% от 10 до 30. По их словам, этих средств на отпуск недостаточно. Кстати, женщины чаще мужчин недовольны полученной суммой. Довольны размером своих отпускных выплат только треть опрошенных. Это прежде всего IT-специалисты и работники финансовой сферы. Не впереди планеты всей Алтайский край пока один из отстающих в реализации государственной программы по строительству современных комплексов переработки отходов. У нас такое строительство все еще на стадии обсуждения. И вопрос не только в том, когда построить, но и как определить участки земли без ущерба для сельского хозяйства и жителей городов. Своими за и против делились сегодня представители власти, бизнеса, общественники и журналисты. В рамках круглого стола «Чистый Алтай. Раздельный мусор. Новые возможности». 550 тысяч тонн мусора собирает Алтайский край ежегодно. Все коммунальные отходы сегодня вывозятся на 17 действующих мусорных полигонов, где сортировка и переработка производятся лишь частично. Большая часть просто закапывается в землю. Между тем, картон, стекло, пластик и некоторые другие материалы должны быть переработаны во вторсырье. И захоронению не подлежат. Всем, наверное, я думаю, коллегам, которые в теме, известно, что большая часть таких полигонов уже исчерпала свою остаточную вместимость. Она осталась на год, на два. И встанет вопрос, куда мы будем размещать отходы в последующие годы. Сегодня для решения экологических проблем край обязан построить пять комплексов переработки отходов. По сути, пять современных заводских предприятий, где мусор будет не только качественно сортироваться, но и там же превращаться в новые продукты, пригодные для использования. Проблемы строительства КПО обсудили на круглом столе. Чистый Алтай, раздельный мусор, новые возможности. Он состоялся при поддержке управления печати и массовых коммуникаций региона с участием политиков, общественников, представителей бизнеса и журналистов. Во-первых, предприятие состоит из объектов. Это мусоросортировочный комплекс, это карты захоронения, то есть полигон, как мы привыкли называть. Это площадки, участки компонсирования, на которых компонсируются органические отходы. Предполагается, что для пяти комплексов будет регламентироваться необходимый объем отходов, который завод должен перерабатывать в год. Алейский и Рубцовский – по 100 тысяч тонн, Славгородский – 70, Заринский – 30, а комплекс для Барнаула и Камня-на-Аби – 250 тысяч тонн. Наиболее сложный вопрос – это строительство большого комплекса для Барнаульской и Каменской зон. Поскольку на территории непосредственно населенного пункта такой комплекса размещен быть не может, идет пока что предварительная работа по подбору земельного участка в радиусе примерно от 50 до 100 километров от краевой столицы. Наболевшая тема – выбор территории. Ранее под такие комплексы предлагали отвезти часть угодий сельхозназначения. Запрос в Москву на специальное согласие делали в последние три года и получали отказ. Аудиторы считают, проблему можно решить путем создания конкретного документа. За последние три года никто и не писал обоснования на социально значимые объекты, которые нужны для Алтайского края. Существует 172-й федеральный закон о переводе земель. Мы все его тоже с вами знаем. И вот согласно статье 7, пункт 4, либо 9, я бы хотела, чтобы детально рассмотрели данную норму и в Москву сделали обоснование, почему данные участки у нас должны получить одобрение на перевод земель. В процессе переработки на ПКО весь мусор измельчается, включая целлофан и пластик. Эксперты утверждают, основное отличие от полигона – отсутствие запахов от органического мусора и минимум производственного дыма. Мусоровоз заезжает, проезжает через весовой контроль, через радиоационный контроль, то есть его взвешивают, заехал, разгрузился на закрытой площадке. После выезда через весовой контроль обратно он проходит через все дезинфекционные ванны, то есть обезвреживаются колеса, чтобы не вывести никакие с территории микробы, назовем так. Другой важнейший вопрос – как убедить жителей, что ПКО – самый эффективный способ борьбы с мусором. Альтернатива ему – закон, по которому сортировать собственные бытовые отходы, будут обязаны сами граждане. Менталитет сельского населения, да не только сельского, наверное, всего нашего населения такой – покажите, дайте потрогать, если это работает, тогда будем делать это у нас. У нас в крае накопилось около 540 исторических свалок. Региональные операторы не вывозят оттуда мусор, потому что сейчас его некуда везти. Вторсырье – это спасение, к тому же привлекательно для бизнеса. Например, уже почти универсальным средством для уплотнения дорог или строительных работ стали зольно-шлаковые материалы из отходов. Возможно, если Алтайский край сможет перенять опыт соседних регионов, все исторические свалки отправятся таки на свалку истории. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев, День с толком. Продолжим. Жители одного из микрорайонов Новоалтайска боятся взлететь на воздух. Объект газового регулирования, который находится в непосредственной близости к домам, по рост травой и деревьями. Жильцы опасаются возгораний, ведь они самостоятельно тушили уже несколько пожаров. Подробности проблемы выясняла наша съемочная группа. Вот до этих пор мы там успели затушить. И с той стороны, туда дальше столба мы тоже успели затушить, пока пожарные приехали. Жители микрорайона Почтовый в Новоалтайске беспокоятся за свои жизни и жизни своих детей. У нас проблема вот здесь за кустами стоит задвижки газовая. Пожар был уже дважды здесь, ну, года полтора-два назад. Мы его затушили. Тут у нас все сбежали с лопатами, ветками, мы затушили. Спросили у них, они говорят, а ничего страшного, если не пропускает, не взорвется. А я говорю, а если пропускает, взорвется, наша хат-то не останется, их снесет все. Рядом с домом Анатолия Полаговского расположено два объекта, регулирующих подачу газа. Территорию одного газовая служба поддерживает в хорошем состоянии. Второй, жалуются жители, совсем забросили. Получается, что газовая служба, которая проводила, делала траншеи, во-первых, сделала вот здесь мусорные, вот тут громадные кучи, которые заросли потом коноплей, всем прочим, значит. Клены наросли, вот эти отросли. Заросла вот эта задвижка газовая ихная. Теперь она находится в таком состоянии. Вот все заросло, сейчас маленько подсохнет, она же, видите, вот трава, смотрите, подсыхает. Здесь пацанята лазают, вот здесь трубы идут, здесь ребятишки, ну, лет 14-15 лазают, все сейчас курят, сейчас все современные молодежь, она курит. Кинули спичку, загорелась. Извините, тут и наркоманы находятся. В любое время могут и поджечь, и также эту трубу открыть, и все. Мы, весь наш район почтовый, весь взлетит. Жители микрорайона борются с этой проблемой уже на протяжении нескольких лет. Первые годы кусты и деревья вырубали, сами, подчеркивают жильцы, потом силы кончились. Сказали им, они обещали нам убрать это все еще в 21-22 годах. Два года, а сейчас уже 24-й, как оно было все, так и стоит. Галина Ивановна Лобачева мы обращались. Все это мы писали и заявление, и все это мы подписывали. И даже снимали все это на телефон, на обращение. Все это мы в газовую организацию отправляли. Но это бесполезно. Я им официальное заявление написала. Мне буквально через, быстро очень, пришел ответ, что все сделали, устранили, почистили, исправили и отправили фотографию мне. Я им пишу, а рядом еще одна, которая в запущенном состоянии. И написала, дайте ответ, что это за колонка, кому она принадлежит. Может быть, она не в рабочем состоянии. И кто ее обслуживает. Но мне ответа не пришло. Но они же, видите, могут в течение месяца. Сегодня мы связались с представителями газовой службы, ответственной за этот участок. На удивление, руководство отреагировало оперативно. Сейчас приедем, выкосим весь комментарий. Там кто-то из жителей просто свалку устроил, все непонятно. Скидали мусор. И свою сейчас работу мы выполним. Сегодня же, да. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Отмечу, что к моменту выхода нашего выпуска в эфир, руководство службы «Газпром» газораспределения уже выполнило свое обещание. Заросший зеленью объект привели в порядок и даже прислали в редакцию фото выполненных работ. В Алтайском крае с рабочим визитом побывала министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Алейск, Тольменский, Павловский районы, Барнаул. Лут познакомили с проблемами аграриев региона и их достижениями. С подробностями Данил Кузнецов. Визит нового министра сельского хозяйства России Оксаны Лут приурочен в первую очередь к агрофоруму «День сибирского поля-2024». Но в рамках своего визита она побывала в нескольких точках региона. Большой интерес вызвали пшеничные поля Федерального алтайского центра агробиотехнологий. Здесь с 1970 года работают лучшие селекционеры, которые создали более 150 сортов пшеницы. Сейчас их зерновые культуры постепенно вытесняют иностранные. 34% в настоящий, в 2024 году занимают сорта иностранной селекции. По пшенице? По пшенице. Одна из последних новинок – Алтайская 85. По словам экспертов, она превосходит другие сорта по урожайности на 4-6 центнеров. Также из положительных моментов – новая сейлка. После выигрыша следующего гранта по гречихе в Центре агробиотехнологий планируют приобрести комбайн. Главное, чтобы было кому на нем работать. Сейчас главная проблема, с которой столкнулись селекционеры – нехватка кадров. Еще одна трудность – нестабильный спрос на зерновые культуры на рынке. В последние два года у нас было 65-70 тысяч гектар. В этом году понизилось до 50, потому что очень много зерна лежит в складах. И плюс еще закрыли с декабря 2023 по конец мая 2024 года экспорт твердой пшеницы. Другое значимое место, которое посетила министр сельского хозяйства – новая школа в Тальменском районе. На 550 человек. В 2023 году ее построили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Помимо нового оборудования и мебели, в учебном учреждении появилась точка роста, где есть все необходимое для проведения интересных программ по разным предметам и подготовки к исследовательской работе. Посетила министр и зерноперерабатывающий комплекс Валейски. Здесь делают муку, макароны, хлопья. В общей сложности более ста наименований. Также два года назад в холдинге появился новый завод, увеличивший объем выпускаемой продукции в три раза и позволяющий создавать корма для кошек. Другой темой для обсуждения стал экспорт. Как сейчас экспорт? Есть проблемы, если мы говорим о мелкой фасовке. Также Оксана Лут ознакомилась с инвестпроектом комплекса по производству мяса индейки. Он должен появиться в крае уже в ближайшее время. Во-первых, подобный завод сможет производить свыше 6000 тонн продукции из птицы в год. Во-вторых, обеспечит рабочими местами свыше 200 человек. Данил Кузнецов. День с толком. Жители краевой столицы могут бесплатно забрать домой тарелочку. Правда, для начала ее нужно слепить на первом гончарном фестивале в Барнауле. Помогут в этом профессионалы ремесла. У них, кстати, свои забавы в виде конкурса по лепке, в том числе слепую. Подробнее о всех деталях в нашем сюжете. Через пять минут кусок этой бесформенной глины превратится в тарелку, которую после обжига позволяется забрать домой. Сделать такую тарелку ребенок может на первом гончарном фестивале в Барнаульском центральном парке. Главное – повторять за мастером. Я, скорее всего, под реманом. Для тех, кто с глиной на «ты», организаторы сделали соревнования по лепке. Притом попробовали свои силы в них как дети, так и взрослые. Всего набралось 30 человек. Им надо было за два часа сваять любые скульптуры на тему семьи, используя пять килограммов глины. Лепили в основном животных и членов семьи. Это семья. За столом лепят пельмени. Это самое распространенное. Если у кого-то спросишь, какая у вас семейная традиция. Варенье варим вместе или огурцы солим. Мыли пельмени лепим. Завтра творческие сражения продолжатся. Битва гончаров будет проходить в несколько этапов. Один из них – лепка вслепую. Участники должны будут сделать скульптуру максимально схожую на ту, которую нащупают в темном ящике. Конечно, не обойдется без технического испытания. Участники будут за ограниченное время лепить блюдо наибольшей ширины. Диаметр низа у которого будет вычитаться из диаметра вверх. Это техническое задание, которое показывает владение наклоном стенки. Нужно делать так, чтобы тарелка осталась стоять, но была наиболее широкой, наиболее тонкой. Кроме того, завтра продолжатся викторины и розыгрыши. Пройдет даже лекция об искусстве керамики. Также будет представлена авторская коллекция посуды для ресторанов. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. И к новостям спорта. В эти дни Барнаульский ипподром – центр притяжения лучших наездников Сибири для любителей конного спорта. В юбилейный 110-й год ипподром решил объединить два равноценных по своей значимости мероприятия и провести Кубок губернатора Алтесского края фестиваль Орловского рысака Сибирь 2024. С общим призовым фондом – 4 миллиона рублей. Как проходили заезды и подготовка к турниру в нашем сюжете. 110 лет назад постановлением Барнаульской городской думы Общество охотников конного бега была выделена земля для строительства зимнего и летнего ипподромов. За эти годы многое было, но главная задача ипподрома оставалась неизменной. Здесь испытывали племенных лошадей. Кстати, Барнаульский ипподром по-хорошему выделяется на фоне остальных ипподромов в Сибири. Барнаульский ипподром славится резвым. Это самая резвая дорожка в Сибири. И поэтому за рекордами, за улучшением результатов, как спортсменов, везут к нам. А это вот за счет чего? Это покрытие какое-то? Да. Это покрытие, это геометрия круга, то есть это виражи, это наклон, это угол дорожки в виражах, в поворотах, которые помогают лошади, ну как бы нагрузку равномерно на конечности распределять. А это первый старт для лошадей орловской породы двух лет. Дистанция серьезная – 1600 метров. Лошадей, как и настоящих спортсменов, серьезно готовят к забегам. Питание, специальные тренировки и самое главное – много забегов. В первой гонке с большим отрывом выигрывает лошадь по кличке Замполит. Здесь без интриги на финише не обошлось. Расскажите о финише, что там было, на последних метрах вас едва не догнали, он там лошадь почему-то перестала бежать. Ну на финише, получается, он хорошо ответил, поддавил лошадь, а та уже в принципе на пределе бежала, и она допустила сбой. Но я не видел, я смотрел только за своей лошадью. И она отвалилась, и мы выигрались в принципе в одинокого. Призовой фонд за первый заезд составил 100 тысяч рублей. Однако денежный приз победитель сможет забрать только после допинг-контроля. По правилам, после заездов у лошадей берут анализы на наличие запрещенных препаратов и отправляют на проверку. Не куда-нибудь, а самолетом в Турцию. После месяца проверки, если нет нарушений, то результат официально засчитывают. Юлия Щепина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Бийский художник-гуманист и мэтр Алтайской живописной школы Юрий Бралгин недавно отметил свой юбилей – 85 лет. Выставка, посвященная творчеству, живописце и гравюра, открылась накануне в Бурнауле. Представлено более 60 произведений, картины, расписанные камни, керамика. Подробнее о выставке Юрий Бралгин – «Гений места». В материале Дарьи Ирошиной. Еще раз я хочу сказать, спасибо вам большое и большое. И всем пожелаю вашего здоровья, вам расставления, оптимизма. Если бы у меня не было оптимизма, я бы не сделал столько. Так Юрий Егорович Бралгин отмечал свой 80-й юбилей на прошлой юбилейной выставке в родном городе Бийске. Пять лет назад его поздравляли коллеги-художники, администрация города, почитатели творчества. Давно я мечтала сделать выставку нашего замечательного художника Юрия Егоровича Бралгина. Повод к тому – его юбилей. 25 июня ему исполнилось 85 лет. Художник жив-здоров, еще работает. И, ну, как сказать, сам Бог велел сделать эту выставку. Несмотря на отсутствие автора в связи с возрастом, торжественное открытие выставки в Барнауле состоялось. Поклонники творчества заслуженного художника России и народного художника Республики Алтай смогли увидеть и хрестоматийные, по словам организаторов работы, уже опубликованные ранее, и редкие, малознакомые из частных коллекций. То, что мы транслируем в галерее Туриногора, это из собрания семьи. Их любезно мне предоставил его сын Егор Юрьевич Бралгин. Мы вместе, так сказать, все это отбирали, планировали, оформили, потому что очень много графических листов, гуашевых листов, авторская линогравюра и так дальше, они лежали, ну, так сказать, в папке листами, не оформленные. Мы все это оформили. Ну, определенную часть, конечно. Это медаль Алтайского края, удостоверение подписано губернатором Алтайского края, то есть это высокая награда за заслуги перед обществом, медаль. Она вручается Юрию Егоровичу Бралгину. Ну и, безусловно, нет, я думаю, что ни у кого сомнений, что вклад культуры и заслуги этого человека перед обществом очевидны. Здесь собраны работы разных жанров и всех творческих периодов Бралгина. Живопись, графика, гравюра, роспись по камням, произведения в виде ваз и разной утвари. Эксперты признают, каждая работа пронизана особой любовью к человеку и миру. Он создал такой свой космос, вот такое дем, такое райское место. Ну, а, так сказать, персонажами и поводом для него послужили вот наши соседи. Республика Горный Алтай, куда он часто ездил, постоянно дружил с этими людьми, куда он выезжал, на пленеры. И, с одной стороны, это, в общем-то, настоящие герои его произведений, да, а, с другой стороны, все равно это обобщенные образы. Убийск вообще же особая территория. Вот он такая точка, которая соединяет, скажем так, русскую землю и вот этот вот потаенный Алтай, соединяет нас по чувствованию травку с горным Алтаем. Ну, и Браугин, который живет и работает в Бийске, он, получается, впитал в себя сочетание вот этого алтайского, этнического духа. У него тоже время каких-то таких отечественных традиций. Так художник сохранил собственные чувства и ощущения мира вокруг в картине и, смотрящий на нее, легко их считает. Выставка в галерее Турина Гора будет работать до 20 августа, а после картины или вернут прежним владельцам, или раскупят новые. Так что у жителей Барнаула еще есть время увидеть шедевры своими глазами. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.